Впервые Ростов-на-Дону принял участие в международном конкурсе красоты Мисс Планета, который прошел в Болгарии. Представительница Донской столицы за корону боролась с участницами из стран Франции, Испании, Болгарии, Украины, Грузии и Бразилии в возрасте от 16 до 25 лет. Встретили нас очень радужно, все девочки очень хорошие, очень красивые. Конкуренция была хорошая. Выходы у нас были в национальном костюме визитка, в купальнике, творческие номеры и в вечерних платьях. На протяжении всего конкурса у нас были мини-конкурсы. Конкурс Мисс Бикини, Мисс Тиско, Мисс Талант. Был еще очень интересный конкурс. Нужно было либо приготовить национальное блюдо, либо продать национальный сувенир на аукционе. Я продавала матрешку и моя матрешка оказалась самым дорогим лотом. В течение недели Анна Сорокина доказывала жюри, что она самая красивая и талантливая. Танцевала восточный танец в костюме, расшитом камнями. Сам номер сопровождался световыми спецэффектами и дымом. А на дефиле блеснуло в ярком расписном платье казачки. Никаких интриг и скандалов, только здоровая конкуренция. Победы Аня не ждала. Даже попав в финальную пятерку, девушка сомневалась в успехе. Думала, ну, дадут третье веста, может, второе. И когда называют девочку с третьим вестом, со вторым вестом, я понимаю, что я выиграла. Я еще не радуюсь, думаю, ну, нет, наверное, может, еще что-то случится, и я все-таки не выиграю. И тут называют меня, и только тогда, когда дели мне корону, только тогда я поняла, что это случилось, и начала радоваться безумно. В модельном бизнесе Анна почти пять лет. До имиджа занималась в школе эстетического воспитания. И уже тогда поняла, что хочет стать моделью. Однажды я увидела в газете «Вечерний Ростов» фотографии девочек ростовского красавицы конкурса. И мне очень захотелось туда. Пришла в агентство, отучилась, начала работать, и все, мне хотелось выиграть конкурс «Ростовская красавица». Каждый год я в нем участвовала, участвовала, на пятый год победила. Ростовскую красавицу в Болгарии поддерживали не только туристы, но и местные жители. После заветной победы телефон «Мисс Планеты» не смолкал. Близкие друзья встречали титулованную «Мисс» с подарками и цветами. Все говорили, мы верим в тебя, верим. И меня это очень поддерживало, давало такие силы. Меня когда встречали родные, у нас три дня были столы сладкие, вкусные. Все поздравляли, все родственники, все друзья, все знакомые, все очень радовались и все верили. Безумно рады, что с первого захода она смогла выиграть этот конкурс, обойдя соперницей из более чем десятка стран мира. Аня, в принципе, очень интересный человек. Она не занимается модельной карьерой в чистом виде, но все, что связано со сценой, с актерским мастерством, с кино, фотоиндустрией, это интересно, близко. И поэтому она правильно разложила силы, хорошо подготовилась и уверенно одержала победу. С личной жизнью у самой красивой девушки планеты тоже все в полном порядке. Молодой человек не просто поддержал Анну, а вдохновил на участие в конкурсе. Молодой человек меня сам туда отправил. Сказал, у меня девушка «Мисс планета» не меньше. Говорит, следующая на «Мисс мира» поедешь. Сейчас Аня получает сразу два высших образования и рассматривает заманчивые деловые предложения. Работу моделью бросать пока не планирует. Работает над собой, совершенствуется и охотно делится секретами успеха и красоты со зрителями телеканала «Ростов на ТВ». Я, как и любая девушка, люблю посещать салоны красоты. Очень люблю ухаживать за собой, спа-процедуры, парикмахер. Ну, конечно, иногда приходится и самой дома делать себе прически. Это я тоже очень люблю и умею. Занимаюсь фитнесом, хожу в спортзал, в гассейн. Стараюсь правильно питаться, хотя для меня это тяжело. Я очень люблю мучное и сладкое. Самое главное для девушки – любить себя, уважать, держаться, стараться быть естественной. И, ну, чувствовать вот от природы, каждая женщина красивая. И просто делать то, что ты считаешь нужным, слушать свое сердце, свою природу, и тогда обязательно все будет хорошо и красиво.